Всем привет! Как вы знаете, радиостанции бывают профессиональные и любительские. Любительские отличаются от профессиональных наличием большого количества разных функций и возможностей, которые профессионалам не нужны. И вот одна из разновидностей любительских радиостанций – это УКВ-трансивер, практически как кратковолновый трансивер, только работающий в УКВ диапазонах. И в этот раз я расскажу вам об УКВ-трансивере двухметрового диапазона производства 70-х годов под названием FT-220. Трансивер FT-220 – производство японской фирмы Yezu. Во многих странах он продавался под торговой маркой SummerCamp, точно также имел модель FT-220, то есть SummerCamp FT-220 и Yezu FT-220 – это одно и то же, просто разные торговые марки, под которыми он продавался. Почему так получилось, сейчас разбираться не будем, а лучше поговорим об электронике, то есть о том, как устроен этот трансивер и какие он имеет характеристики и возможности. Производился и продавался этот трансивер начиная с 1974 года, то есть 70-х годов техника. Предназначен он для радиолюбителей, для работы в любительском диапазоне 2 метра. Диапазон частот от 144 до 146 МГц, никакого полного перекрытия всего профессионального VHF диапазона нет, только для радиолюбителей предназначен этот трансивер. Работает он в частотной модуляции, в однополосной модуляции верхней и нижней боковой, и в телеграфе, то есть это не просто УКВ, радиостанция, предназначенная для радиосвязи с соседним домом, так скажем. А это полноценный трансивер, на нем можно проводить дальние связи на УКВ диапазоне, используя направленные антенны. Размеры корпуса этого трансивера сопоставимы с размерами обычного коротковолнового трансивера, но в общем-то разницы нет, КВ или УКВ аппарат, по сути это одно и то же, отличается только диапазоном частот. В корпус этого трансивера встроен блок питания трансформаторный для питания от сети переменного тока 220 вольт или 110, там где такое напряжение применяется, но можно также его запитывать и от внешнего источника или аккумулятора напряжением 12 вольт. На задней стенке корпуса трансивера есть разъем для подключения источников питания или кабель для соединения с питающей сетью переменного тока или кабель для подключения к источнику напряжением 12 вольт. Выходная мощность передатчика этого трансивера 10 ватт во всех режимах и в однополосной модуляции, и в телеграфе в несущей, и в частотной модуляции. Элементная база и схемотехника трансивера соответствуют 70-м годам, собран он полностью на полупроводниковых элементах, есть несколько десятков транзисторов и несколько микросхем. По архитектуре своей это супергетеродин. В режиме однополосная модуляция и телеграф в режиме приема имеет одну промежуточную частоту 10,7 МГц. На ней происходит основная фильтрация, в том числе однополосного сигнала с помощью кварцевого фильтра. В режиме частотная модуляция используется совсем другой отдельный тракт ПЧ, который работает с первой ПЧ тоже 10,7 МГц, и есть вторая ПЧ 455 кГц. На ней происходит частотное детектирование. В режиме передачи это тоже супергетеродин с одним преобразованием. Сигнал формируется всегда на частоте 10,7 МГц и потом складывается с сигналом гетеродина, и получается у нас высокочастотный сигнал в диапазоне 144-146. Никакого синтезатора частоты цифровой стабилизации частоты нет. Есть просто плавный гетеродин, который работает на частоте 8 МГц, его сигнал смешивается, складывается с частотой одного из четырех кварцевых резонаторов, и получается частота гетеродина, который уже и вычитается из частоты сигнала для получения промежуточной частоты 10,7, или складывается с промежуточной частотой 10,7 в режиме передачи. Вот такая незатейливая схемотехника трансивера для 70-х годов, тем более для любительского аппарата, это вполне нормально. Весь рабочий диапазон частот от 144 до 146 МГц разбит на 4 поддиапазона, как вы уже поняли, в каждом поддиапазоне используется свой диапазонный кварц, и эти диапазоны переключаются галетным переключателем на четыре положения на передней панели. То есть перекрытие трансивера в каждом поддиапазоне равно 500 кГц. Для перестройки трансивера по диапазону на передней панели есть большая ручка валкодера, совмещенная с механической шкалой. Шкала состоит из двух частей, грубая и точная. Точная шкала имеет цену деления 1 кГц, это очень плавная настройка, а грубая соответственно имеет цену деления 100 кГц. Эти две шкалы видны одновременно, вращая ручку они вращаются обе. Режимы работы, то есть виды модуляции переключаются кнопками на передней панели. Есть четыре кнопки, одна из них синего цвета, это штатная кнопка, она так и должна быть синяя. Это кнопка включения частотной модуляции. Рядом с ней три кнопки включения однополосной модуляции, телеграф, верхняя и нижняя боковая полосы. И совсем слева еще есть кнопочка красного цвета, это просто кнопка выключения питания всего трансивера. С правой стороны передней панели трансивера есть точно также пять кнопок, и левая из них включает режим плавного гетеродина, а следующие четыре кнопки включают канальный режим. Для каждой из этих кнопок должен быть установлен свой канальный кварц на свою частоту. Кварцы должны быть на частоты 8 МГц, то есть на частоту плавного гетеродина от 8 до 8,5. Соответственно в каждом из четырех поддиапазонов 144-144500, 144-5145 и так далее, в каждом из четырех поддиапазонов частота канала будет своя. То есть можно сказать, что у трансивера не 4 канала, а 4 раза по 4 канала, в каждом поддиапазоне 4 канала. Есть ручка регулировки усиления ПВЧ, конечно же ручка регулировки громкости, ручка регулировки порога срабатывания шумоподавителя. Шумоподавитель работает как в частотной модуляции, так и в однополосной, очень удобно им пользоваться во всех режимах. Есть ручка расстройки по частоте и даже есть репитерный разнос 600 кГц, который включается отдельной кнопкой на передней панели, кнопка с фиксацией. При включении этого режима у нас загорается зеленая лампочка подсветки надписи репитерный режим. В этом случае с помощью реле будет переключаться кварцевый резонатор в гетеродине и поэтому частота в режиме передачи будет смещаться на 600 кГц. Попробую проведу радиосвязь с помощью этого трансивера с радиолюбителем, который расположен на расстоянии около 10 километров от меня. С моей стороны будет антенна, четверть волновый штырь на крыше, с его стороны на балконе, поэтому уровень сигнала будет не очень большой. Микрофон использую динамические, вот такой вот конструкции, это не оригинальный, не штатный микрофон от трансивера. Сначала вызываю в частотной модуляции, а там посмотрим. Р3 ТАЮТ-Б, 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 прием. Я тебя принимаю хорошо, сейчас работаю с трансивером FT-220, частотная модуляция и плавная настройка, нормально я там на частоте стою, прием. Да, все нормально, ты на частоте, я тебя отлично принимаю тоже, 8 баллов, есть метр показывает на FT-8-9-7. Антенка у меня сейчас балконная работает, стены дома на метр вынесены. Принятый, хотя уверенно очень хорошо принимаю, шумодавчик у меня тут работает в этом стареньком аппарате и вообще звук прекрасный, прием. Ну да, на передаче тоже такая нормальная модуляция, такая высокочастотная, все отлично. Принято, давай попробуем верхнюю боковую полосу на этой же частоте примерно, прием. Давай, пойдем. Ты поговори, а я на тебя подстроюсь, все-таки у меня плавная настройка. Хорошо, давай, переходим. РА3ТЛБ, 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 прием. Да, РА3ТЛБ, принимаю тебя, сейчас вот подстроился, сначала сильно сбоку был, но сейчас более-менее точно встал. Как я там, на частоте стою, прием? Да, 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 оттягивать бы нормально так построился, более-менее. Вот чуть-чуть может, чуть-чуть сбоку, по низам немножко принимаю. Вот я сейчас поточнее, поточнее вроде настроился. Как там сейчас прием? Вот сейчас, оттягивать прям вот то, что надо, прием. Да, я тебя тоже, тоже сейчас хорошо слышу, прям нормальный тембр голоса, реальный такой прием. Ага, ну нормально так, аппаратик старенький работает. Все принято, ладно, спасибо, тогда на приеме буду снова в частотной модуляции. Да, принято, я тоже на приеме. Так как трансивер этот с плавным диапазоном, то есть кварцевый калибратор, который через каждые 100 кГц выдает сигнал несущий, и можно по этому кварцевому калибратору проверить точность радуировки шкалы. Режимы работы стрелочного индикатора переключаются галетным переключателем на 4 положения, и также этим переключателем включается у нас кварцевый калибратор. Конечно, ничего особенного в конструкции и возможностях этого трансивера нет в наше время, да и в 70-е годы, в общем-то, ничего особенного тоже не было. Но интересно посмотреть на технику того времени, посмотреть, как она устроена, провести с нее радиосвязь. К сожалению, послушать различные служебные сигналы на него не получится, так как диапазон частот очень узкий. Интересно, что этот диапазон очень узкий, ограничен еще и узкополосным фильтром на входе. В режим приема сигнал с антенны поступает на единственный входной колебательный контур в цепи затвора каскада усиления высокой частоты на двухзатворном полевом транзисторе, и вот после этого каскада усиления высокой частоты стоит аж трехконтурный полосовой фильтр с полосой пропускания 144-146 МГц. Трехконтурный фильтр обеспечит очень-очень хорошую фильтрацию сигналов, не попадающих в этот диапазон, в любительский диапазон. То есть даже если бы мы поставили какие-то диапазонные кварцы, другие сейчас, чтобы послушать не 144 МГц, а, например, 155, то входной фильтр нам это не позволит сделать, так как он очень узкополосный. В качестве смесителя используется каскад на одном биполярном транзисторе, это, наверное, худший вариант смесителя, какой можно себе представить, но зато этот трансивер работает в очень узкой полосе частот, и все внеполосные сигналы, которые могли бы создавать проблемы этому смесителю с недостаточным динамическим диапазоном создавать перегрузку, они отфильтровываются узкополосным входным фильтром, и поэтому такой смеситель вполне приемлем в этом аппарате. К сожалению, именно этот экземпляр трансивера побывал в руках уже многих любителей полазить с отверткой и паяльником, и трансивер этот, конечно, был не работоспособным, пришлось его ремонтировать для того, чтобы сейчас можно было вам показать его работу, поэтому в конструкции его вы можете увидеть некоторые изменения, а именно выходной транзистор усилителя мощности передатчика уже установлен отечественный, так как штатный не дожил до наших дней. Но вообще техника радиолюбительская, можно сказать, специально предназначена для того, чтобы радиолюбители туда залезали именно с отверткой и паяльником, и верхняя крышка открывается очень просто, сняв два винта, можно ее вот так вот вынуть, и здесь большая часть схемы доступна. Но другая часть схемы расположена в нижней части корпуса, и чтобы туда попасть, приходится уже снять весь кожух с этого трансивера. Весит этот аппарат 8,5 килограмм. На боковой стенке есть ручка для переноски, достаточно удобно его переносить, но 8,5 килограмм это немало. Все-таки внутри корпуса есть встроенный блок питания на 50-ти герцовом силовом трансформаторе. Нет ничего особенного ни в конструкции, ни в схемотехнике этого трансивера, и нет ничего такого, чего не мог бы сделать радиолюбитель даже тогда, в 70-е годы. Но все равно есть несколько интересных моментов. Во-первых, это промежуточная частота 10,7 МГц в режиме однополосной модуляции. На этой частоте происходит формирование SSB сигнала, и на этой частоте происходит основная фильтрация в режиме SSB в режиме прием. Это удивительно, так как чаще всего используются фильтры на 455 кГц или на 500 кГц, как у нас в России. А здесь пришлось сделать фильтр на 10,7 специально для такой высокой промежуточной частоты однополосный фильтр. Второй момент, то что использован такой простейший смеситель на одном биполярном транзисторе, я бы сказал, что это удешевление конструкции, упрощение конструкции. Но, с другой стороны, в этом транзисторе применен узкополосный трехконтурный полосовой фильтр на входе, что нельзя назвать упрощением, и уж тем более нельзя назвать упрощением аж 5-контурный фильтр на выходе гетеродина. Напомню, гетеродин сложный, состоит из кварцевого генератора и ГПД, и вот чтобы сигнал этого гетеродина был максимально чистый от всяких гармоник, применен на выходе него аж 5-контурный полосовой фильтр. Это явно нельзя назвать удешевлением и упрощением конструкции, но вот почему-то применен такой простой смеситель на одном биполярном транзисторе. Еще из интересных моментов в схемотехнике этого трансивера я хотел бы отметить то, что используется два абсолютно независимых тракта ПЧ для однополосной и для частотной модуляции. Часто бывает так, что для частотной модуляции используется часть тракта хотя бы для всех остальных режимов, или наоборот. А здесь абсолютно два независимых тракта. Понятно, что в режиме частотной модуляции нельзя было бы использовать узкополосные фильтры на 10,7, но фильтры могли бы переключаться, для частотной модуляции включался бы более широкополосный фильтр, а для однополосной включался бы 3-х килогерцовый. Но здесь использовали полностью раздельные независимые тракты ПЧ. Ну а в режиме передачи все каскады усилителя мощности, включая выходной, конечно же работают в линейном режиме, так как им предстоит усиливать в том числе однополосный сигнал. Чувствительность трансивера в режиме приема заявлено 0,5 мкВ, не как у современных аппаратов пишут 0,15-0,13 мкВ, а целых 0,5. Но это заявлено не хуже, чем 0,5. На самом деле обычно лучше. И вот сейчас мы в режиме однополосной модуляции слышим эфирные шумы, которые приходят с антенны. Если я отключу антенну, в отсутствие сигнала конечно же, то шумов этих практически не будет. Шумит он теперь без антенны гораздо тише. Говорит о том, что даже на двойке уровень шумов в городе достаточно большой, и эти шумы прекрасно слышно на трансиверах. На этом мой рассказ об УКВ трансивере ЕЗУ FT-220 или SummerCamp FT-220 закончен. Существует такой же точный трансивер, но на диапазон 50 МГц, называется он FT-620. Внешний вид его абсолютно такой же, только вместо режима частотной модуляции в нем есть амплитудная модуляция. Зачем она нужна, я не знаю. Наверное в те годы в 6-метровом диапазоне была популярна и амплитудная модуляция. Спасибо, что смотрели это видео. Используйте различные средства радиосвязи, радиостанции. Смотрите мои видео, подписывайтесь на канал, который есть на YouTube, Rutube и на Яндекс Дзен. Здесь был Алексей Игонин. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok